Мы сегодня проделали большую работу. Посмотрите, какой красивый огород мы высадили. Два ряда детерминатных томатов. Оформили красивое кашпо с декоративно цветущими растениями. И вдоль дома осталась еще одна грядка. Обычно я высаживала сюда очень высокие томаты. Но мы решили, что не хотим закрывать окно, потому что оформили в этом году его красивыми цветами. Поэтому растения здесь должны быть низкие. Я решила высадить сюда оставшуюся рассаду перца. На нем уже урожай завязывается. Конечно, такие растения будут болеть, но в конце сезона мы получим с них хороший урожай. А еще на эту невысокую шпалеру я хочу посадить порционную тыкву с яркими оранжевыми плодами. Это будет тоже очень красиво. Порционная тыква называется Orange Summer. Плоды 1,5-2 кг. Идеально для цельноплодного запекания. Будем фаршировать с мясом. Заранее вырастил рассаду. Напомню, что бахчевые культуры высаживают за 25 дней до предполагаемой высадки. И обязательно в стаканчике с выдвижным дном. Бахчевые культуры при посадке можно заглублять. А вот рассаду взрослого перца с такими толстыми стволами заглублять ни в коем случае не стоит. Он остановится в росте. Мульчирую посадки корой лиственницы и сразу отвечу на вопрос. Кора лиственницы почву не закисляет. Но если даже предположить, что такое чуть-чуть может случиться, то мы же все равно с вами в почву вносим добавки раскисляющие, которые содержат кальций. Поэтому ничего страшного, мульчируйте это удобно и красиво. У меня только этот огород засыпан корой, потому что, конечно, это нетипично. И все-таки самый идеальный вариант мульчи – это сорняки и сено. То есть большая часть моих грядок будет застелена сеном. Осенью эту кору я убираю. Сделать это совсем несложно. Например, у томата отрезаете всю практически наземную часть и оставляете небольшой кусочек стебля. Потом сгребаете кору и уже за стебель выдергиваете томат. Так кора останется чистой. Кора сохраняет влагу. Там комфортно червям, бактериям и другим почвенным жителям. Здесь за сезон я ни разу не буду рыхлить и ни разу не сделаю ни одной прополки. Поэтому, если посчитать время на уход за сезон и то время, которое я сгребаю кору, поверьте, это очень выгодно. Осталось сделать полив. Как всегда, он будет удобрительный. И для вас еще один вариант, как после пересадки можно и нужно поддержать свои растения. В этом пузыречке, который предназначен для овощей, содержится, представьте, 40 аминокислот. Я вам довольно часто рассказываю, для чего нужны аминокислоты. Для чего же они нужны во время посадки рассады в грунт. Высадка любых растений в грунт – это сильнейший стресс. Особенно растений незакаленных. Например, томаты мы взяли из парника, из теплицы, высадили в открытый грунт. Вот даже под притинкой все равно, конечно, им плохо. И на стресс растение реагирует остановкой роста. То есть прекращается синтез белка. Растение, конечно, выйдет из стресса, но на это нужно время. А время это растение нужно как раз для того, чтобы синтезировать при помощи фотосинтеза необходимые аминокислоты для роста. Потому что аминокислоты входят в состав белка. Из него растение строит свое тело. В принципе, как и мы с вами. Даем аминокислоты. И, соответственно, растения в росте не останавливаются. Что мы с вами имеем, а мы с вами выигрываем время. Здесь две недели, там две недели. В итоге урожай наш будет гораздо выше. А еще вкуснее, потому что аминокислоты просто загоняют питание в растение. Ну и самое главное, что помимо аминокислот растение содержит питание. Потому что будет правильно дать сразу питательные вещества и с ними аминокислоты. Здесь есть основные элементы питания. Это азот, фосфор, калий, магний. Также есть микроэлементы. Здесь указано железо, кальций, марганец, цинк и медь. Аминокислоты можно дать как под корень, так и по листу. Можно даже одновременно и в корне, и по листочкам. Я сегодня буду давать под корень. Под каждое растение нужно минимум вылить по пол-литра этого питательного раствора. Если почва сухая, то лучше сначала полить растение, а потом дать раствор. Так экономичнее и так точно все питание останется в зоне корней. Это важно. Для полива рассады я использовала аминокисл для томатов, перца и баклажанов. Для посленовых культур. А вообще в линейке аминокисл огромное количество препаратов для разных видов растений. И в течение сезона мы их будем обязательно использовать.